Тем временем появились новые подробности в шокирующей истории о сожженной в Астане женщине. Родная племянница пострадавшей рассказала корреспондентам 7 News о семейной жизни Светланы Садуовой. По словам Алмы Мухиной, пострадавшая с 22 марта обивала пороги всех инстанций, жалуясь на своего мужа. Родственница утверждает, что супруг издевался на протяжении 20 лет не только над женой, но и над детьми. Представьте себе, вот женщина пришла с работы, не сварила или не доварилась, не успела по времени. Он дает 20 минут времени. За 20 минут приготовь то-то, то-то. Не приготовил, он пинает все кастрюли, сковородки и заставляет ее есть с пола. Вывезет за город и забьет, и вперед машина, она бежит в крови, а он следом. Светлана Садуова с 22 марта проживала в Центре по защите женщин от насилия. Родственница потерпевшей рассказывает, мужчина требовал, чтобы супруга к нему вернулась. Грозил сначала убить ее, детей, а затем себя. Причем, по словам Алмы Мухиной, правоохранительные органы знали об этих жалобах. 18 лет она молчала, но последние два года, как она развелась, она по всем инстанциям Республики Казахстан обращалась. Она обращалась в ДВД, в РОВД, в город дел и все, как уехала в город Петропавловск. Она обращалась в партию Нур-Отан, обращалась по защите насилия женщин в семье, обращалась она в сайт президента Республики Казахстан. В городской больнице Астаны делать какие-либо прогнозы о состоянии пострадавшие пока не берутся. Женщина до сих пор находится в шоковом состоянии. Больная находится в отделении Уорит, где получает противошоковую инфузионную терапию, медикаментозную терапию и, соответственно, местное лечение РАН. Находится на ИВЛ в состоянии медикаментозного сна. Напомню, накануне, в первой половине дня, учителя средней школы номер 25 в Астане облили бензином и подожгли. Женщину доставили в больницу с ожогами лица, шеи, груди и спины.